OBD2 код неисправности техническое описание, неисправность переключателя передачи 1-2. Этот диагностический код неисправности является общим кодом трансмиссии OBD2, он считается универсальным, поскольку он применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств, начиная с 1996 года, хотя конкретные этапы ремонта могут различаться в зависимости от модели, что это обозначает. На автомобилях с автоматическими коробками передач с электронным управлением соленоид 1-2 переключения отвечает за приведение в действие гидравлических цепей, чтобы активировать сцепление или ленты, которые переключают передачи внутри автоматической коробки передач. Электромагниты переключения передач управляются либо модулем управления коробкой передач, TSM, либо модулем управления двигателем, модулем управления трансмиссией, ESU, PSM, в зависимости от применения схема управления может управляться питанием или заземлением. На некоторых автомобилях самопроверка цепи происходит, даже когда передача не используется, соленоид переключения 1-2 может быть включенным, выключенным соленоидом или управляемым рабочим циклом, PSM или TSM ищет индуктивный удар, чтобы определить, функционирует ли соленоид правильно. Даже когда он не используется, эта краткая активация слишком быстрая для соленоида, чтобы фактически вызвать изменения в передаче, когда соленоид активируется и выключается, магнитное поле разрушается, посылая немного более высокое напряжение на RSM, которое используется для определения, функционирует ли соленоид должным образом. Примечание, этот код неисправности практически идентичен P0782, P0783, P0784 и P0829, симптомы, симптомы кода неисправности P0781 могут включать, проверьте, горит ли лампа двигателя, контрольная лампа неисправности, ML, автомобиль не будет переключаться с одного на две передачу, это условие может загореться индикатором проверки двигателя и, возможно, полностью отключить органы управления коробкой передач, что приведет к отказоустойчивому режиму, в котором будет разрешена только одна передача по умолчанию, в зависимости от состояния автомобиля, когда все соленоиды выключены, причины, потенциальные причины кода P0781 включают в себя, неисправность соленоида 1-2 смены, электрическое замыкание на источник питания, защемление проводов, электрическое замыкание на массу, защемление проводов, обрыв, цепи питания или заземления, отсоединены или ослаблены соединения, ТСМ или ПСМ внутренний сбой, возможные решения, отсоедините жгут проводов ПСМ или ТСМ, в зависимости от применения и используя электрическую схему в качестве справки, проверьте наличие избыточного сопротивления или обрыва в цепи управления. Используя цифровой вольтметр, DVO-M, настроенный на шкалу ОМ, проверьте сопротивление на источниках питания 1-2 соленоида и заземлении, чтобы определить, имеется ли обрыв цепи или избыточное сопротивление в соленоиде 1-2 визуально проверьте, нет ли защемленных, отсоединенных или ослабленных проводов на разъемах жгута проводов. Короткое замыкание на источник питания, отсоедините положительный кабель аккумулятора и разъем жгута проводов на коробке передач и проверьте непрерывность, используя DVO-M между проводкой источника питания и цепи соленоида в положении ключ, выключение двигателя, КОО, а также положение выключения ключа. Короткое замыкание на массу, отсоедините положительный кабель аккумулятора и разъем жгута проводов на коробке передач и проверьте целостность цепи, используя DVO-M между одним-двумя источниками питания соленоида и известным хорошим заземлением. Отказ TSM или PSM, используя усовершенствованный диагностический прибор, способный управлять соленоидами, вручную активируйте соленоид одного-двух переключения, на некоторых автомобилях может потребоваться активировать реле управления коробкой передач вручную, если на разъеме жгута проводов коробки передач отсутствует питание, Если диагностический прибор недоступен, необходимо будет контролировать цепь соленоида 1-2, чтобы определить, посылает ли TSM или PSM сигнал питания или заземления на соленоид 1-2 во время эксплуатации автомобиля.